Тело цыпленочка готово, теперь нам нужно сделать глазки. Я люблю делать глазки из фетра белого, из него я делаю подглазники. Можно использовать еще кожу, кожезаменитель, драб, то есть какую-то неосыпающуюся ткань. Можно связать небольшие кружочки, которые будут подглазниками. И зрачками я люблю делать бусинки. Они могут быть пластиковыми, могут быть стеклянными и бывают разного размера. Если бусинок нету, то зрачок можно вышить или тоже связать из тоненькой черной нитки. Тоненьким крючком. Можно использовать готовые глазки, если они у вас есть. Пластиковые мне не нравятся, они придают игрушке такой дешевый вид. А стеклянные достаточно дорогие и еще их нужно подобрать по размеру. Поэтому самостоятельно изготовленные глазки мне нравятся больше. Нам нужно определиться с местоположением глазок на тельце нашего колобка, пока что они цыпленочка. Я для этого использую булавки с черными головками. Можно сделать глазки поближе друг к другу расположенными, подальше. Можно ориентироваться на рисунок, который я нарисовала. Ну, допустим, вот так вот у нас будут расположены глазки. Теперь определимся с размерами. Я себе делаю несколько таких заготовочек. Круглый глазик, подглазник. Побольше, поменьше. Вот такой совсем маленький. Овальный. Прикладываю, смотрю, какой вариант мне нравится больше. То же самое со зрачками. Вот такой вот удивленный цыпленочек может получиться. Или там какой-нибудь в зависимости от расположения глазок можно получить разные эмоции. Вот такой вот. С кругленьким будет по-другому смотреться. В общем, поиграйте. Да, вот хотела еще показать. Вот такие глазки смешные я придумывала. Ну, даже не придумывала. Можно найти в интернете, как бы, нарисованные глазки для мультяшных персонажей. И подглядеть. И использовать для своей игрушки. Я выберу все-таки вот такой подглазник. Вырежу два подглазника из фетра. Можно сложить фетр сразу пополам, чтобы вырезать две одинаковых детальки одновременно. Прикладываем. Если кажется, что слишком большие, то немножко уменьшаем. Но я оставляю такими. Дальше я беру длинную иголку. Нитку лучше брать черной, чтобы она не видна была на зрачке. А длинную иголку я беру, потому что хочу сделать небольшую утяжку, чтобы у нас глазки утопали. Были как бы глазницы. И утяжку я буду делать, вкалывая крючок, вкалывая иголочку в место, где потом будут пришиваться лапки, чтобы эта утяжка была незаметна. Ну, место вкалывания иголки. Вкалываю снизу, вывожу иголку там, где у меня будет глазик. Потом делаю совсем небольшой стежочек и вывожу опять вниз. И затягиваю. Формирую падинку. Можно закрепить, чтобы у нас не распускалось то, что мы уже сделали. И сделать второй, вторую глазницу. Тоже снизу вверх вводим иголочку в место, где будет глазик. Делаем небольшой стежочек и возвращаемся назад. И тоже делаем утяжечку. Стараемся, чтобы она была такой же, как у первого глазика. закрепляем результат. И не обрезая нитку, сразу же я буду пришивать глазик. вывожу опять иголку снизу глазницу. Убираю булавочку. В середину или чуть ниже середины подглазника ввожу иголку, делаю стежок. потом беру бусинку, которая у меня будет зрачком. Все-таки возьму поменьше. У меня вот это в 6 миллиметров, а вот это бусинка 4 миллиметра. вот смотрю. Вот такой глазик получается. Где-то на ширину бусинки вниз опускаю, делаю стежок, выводя иголочку опять вниз. Вот и расправляю, поправляю, чтобы глазик сидел так, как мне хочется. Первый глазик готов, второй делается точно так же. Выводим иголку вверх, где-то в серединку подглазника прокалываем иглой, нанизываем бусинку, убираем булавочку, которая у нас обозначала, где находится глаз, располагаем так, как должен глазик на мордочке располагаться, делаем стежок вниз, где-то на ширину бусинки и вводим иголку там, где у нас будут лапки. Вот второй глазик готов, тоже его немножечко утягиваем, поправляем, если нужно. Вот такие вот глазки. Закрепляем нитку и обрезаем ее. то, что здесь будут видны нитки не страшно, потому что здесь у нас будут лапки и все эти стежки закроются. Глазки готовы. Редактор субтитров Корректор А.Егорова